ну что ж дорогие друзья здравствуйте вновь рад вас приветствовать думал чем вас порадовать и на глаза магазине попался вот такой вот бутылочек маленькая бутылочка лесгинки коньяка дагестанского здесь 100 миллилитров этот коньяк выпускаются в трех объемах это вот такая маленькая 100 миллилитров это 025 бутылочка 250 миллилитров это классическая бутылка 05 но для пробы для дегустации я думаю такой бутылочки вполне достаточно будет давайте бутылка закрытая давайте сразу его откроем этот коньяк и нальем чтобы немножечко подышал что мы знаем об этом коньяке я думаю этот коньяк известен всем завод достаточно старый марка известная завод существует с 1885 года дата основания до этого он производил кизлярку это виноградная водка и 1885 год это когда первая партия коньяка именно отправилась в москву и это считается датой основания завода дорогие друзья коньяк лесгинка прототип его появился в 1955 году он назывался коньяк выдержанный кизлярский и в 1963 году собственно говоря уже появилась непосредственно лесгинка сама вот урожай бутылки у нас этой 2013 год выдержка от 6 до 7 лет то есть минимальная 6 лет выдержка в кавказском дубе вот дата розлива у нас 24 06 2001 года объем 100 миллилитров здесь в купаже у нас три сорта винограда это ркацтели это бианка и это подарок магарыча это такие сорта советской селекции в основном вот крепость у нас идет 40 градусов бутылочка в принципе по дизайну повторяют своего собрата большого 05 то есть здесь толстое дно стеклянная и такая немножко она вытянутая фляжка вот то есть 05 бутылка такая же только у нее горло чуть уже и выше соответственно пробочка здесь просто откручивается вот такая обычная пробка металлическая на больших бутылках здесь естественно пробковая пробка будет вот дорогие друзья ну что я предлагаю непосредственно дегустации переходить давайте на цвет посмотрим на цвет коньяк что я могу сказать достаточно светлый для шести лет вот здесь естественно в составе есть сахарный колер но обычно шестилетки 67 лет они темнее прям на тон темнее здесь прям свет достаточно светлый что касается ножек давайте посмотрим так ножки ножки начинают потихонечку появляться до ножки тонкие ножки спускается достаточно медленно видно что структура напитка маслянистая видно что напиток выдержанный но по цвету хотя этого конечно не скажешь давайте на аромат пробовать дорогие друзья очень приятный аромат есть такие цветочные ноты здесь цедра цитрусовых мандарин здесь инжир здесь такой чуть-чуть абрикосик нежный очень аромат для шестилетки достаточно нежный очень приятный аромат такие вот сладкие фрукты какие-то цветы такой чуть сладковатый аромат приятный не скажу что он интенсивный достаточно тонкая ароматика возможно это потому что я только что открыл бутылку может быть он немножко подышит и после добавления воды он по-другому раскроется ну пока как то так давайте пробовать давайте попробуем на вкус посмотрим довольно приятный вкус он в принципе во вкусе повторяет в некотором роде ароматику то есть здесь чувствуется инжир здесь чувствуется абрикосик белый персик здесь чувствуется цитрусовый такая легкая горчинка на послевкусии достаточно такое солидное спиртовое обжигание но это отличает в принципе козлярские кизлярские коньяки всю эту линейку 35 лет лисгинку что вот это такая спиртовая нотка присутствует коньяк такой немножко брутальный брутальном стиле но при этом пьется достаточно мягко ароматика очень интересная давайте чуть-чуть еще немножко добавим отлично и пару капель воды посмотрим что у нас будет с ароматикой достаточно обычная бутылка дорогие друзья этого коньяка стоит сейчас без акции в районе там 900 рублей может быть 850 где-то уже в районе тысячи эту маленькую 100 миллилитров я взял за 200 рублей вот если можете поймать какие-то акции то естественно лучше брать по акции там по акции бывают за 750 рублей можно его купить это около того ценник но давайте на аромат вот теперь с водичкой посмотрим как она открывается такой немножко теряется аромат он и так достаточно тонкий был но вот с водой осталось вот легкие цветочные легкие цитрусовые чуть чуть-чуть мокрой деревяшки чуть белого персика никаких вот пряных перечных тонов кофейных шоколадных вот здесь ничего в этом коньяке этого нет коньяк больше вот таком чуть сладковато фруктовом стиле давайте попробуем такая ощутимая горчинка в послевкусие есть видимо какая-то особенность этого коньяка такая дубовая горчинка именно может быть кавказский дуб дает именно такой результат целом пьется достаточно мягко чуть сладковатый на послевкусие в принципе коньяк самодостаточный не скажу что там можно сидеть и долго выбирать аромат и медитировать но в принципе посидеть там не просто такого попить шотами за компанию посидеть подумать над ним в принципе можно вот но в целом наверно больше коньяк гастрономичный то есть его можно порекомендовать в первую очередь каким-то мясным блюдом к шашлыку на даче отлично будет не скажу что это прям шашлычный вариант в плане что это дешевый коньяк низкого качества с которым только шашлык заесть но к мясу он подойдет хорошо в целом в чистом виде употреблять тоже рекомендую принципе коньяк достойный за эти деньги особенно если поймаете скидочку дорогие друзья очень даже неплохо будет вот поэтому рекомендую к покупке так что давайте еще на аромат не скажу нет ароматика никак не меняется вот здесь тот же белый персик те же цветы те же немножко цитрусовый мандаринчик тоже чуть-чуть деревяшки аромат в принципе стабильный вот но в целом коньяк неплохой поэтому дорогие друзья смело могу рекомендовать его к покупке а я с вами прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего как всегда пейте хороший качественный алкоголь за вас дорогие друзья